Углич Углич ежегодно бывает около 30 тысяч гостей. Уникальное месторасположение Углича делает возможным поездку в город на Волге любым видом транспорта. От Москвы до Углича всего 210 км, от Санкт-Петербурга 700 км, Ярославля 110 км. Вместе с тем удаленность от крупных промышленных центров делает его одним из наиболее благоприятных городов России по экологической обстановке. Площадь окружающих Углич лесов составляет 78 тысяч гектаров. Водные ресурсы по подсчетам специалистов 56 миллионов кубических метров. Углич относится к малым российским городам. Сегодня в нем проживает 38 тысяч человек. Трудоспособное население занято в основном работой на предприятиях машиностроения и металлообработки, самое крупное из которых акционерное общество «Чайка», которое еще 5 лет назад выпускало до 5 миллионов штук наручных часов в год. Сейчас часовой завод пытается найти нетрадиционные пути выхода из кризиса. Здесь сосредоточены и уникальные для России группы предприятий пищевой промышленности. Сыродельный завод, биофабрика, мясокомбинат, птицефабрика, завод минеральных вод. Углич по сути является центром сыроделия в России, где расположен головной научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия. Однако основная забота местной власти – сделать Углич комфортным прежде всего для проживания коренного населения Угличского края. Углич – это особенный город. Я счастлива, что родилась и выросла в нем. Углича есть душа и свое лицо. И вот сохранить архитектурный облик, природные данные этого города, сделать все возможное, чтобы среда обитания была привлекательной для угличан и для туристов. И комфортно – это одна из серьезных задач местной власти и жилищно-коммунального хозяйства. В округе проводятся большие работы по газификации города и района, по теплофикации, водоснабжению, по реставрации архитектурных памятников, по капитальному ремонту социальных учреждений, жилищного фонда. По всем этим ведомствам имеются целевые программы. Они и краткосрочные, и среднесрочные действия. Но самое главное, что они реализуются. Особой заботой меня как главы является озеленение города. Это и формирование нового парка на Успенской площади, восстановление существующего городского парка имени Победы, поддержание в хорошем состоянии цветников. То есть хочется, чтобы город стал ярче, красивее и чтобы мы гордились своим городом. Углич обладает значительным архитектурным наследием. Бережно сохранять памятники архитектуры и окружающей среды – главная задача муниципальной власти и горожан. Современные здания в центре города проектируются и строятся не более чем в два этажа, подчиняясь доминантам храмов и монастырей. Даже при скудном бюджете находятся средства на реставрацию памятников архитектуры, ремонт и обновление рядовых застроек. Микрорайоны с типовыми пятиэтажками смещены на окраину города. Хочется отметить, что в каждом из них имеется полный набор объектов соцкульпты. В 1999 году строителями была сдана пристройка к дому престарелых. Немало новосельей происходит и в жилых домах. Только за прошлый год введено более 11 тысяч квадратных метров жилья. 146 семей получили ордера. Положительный момент, что в Угличе значительно снижен объем незавершенного строительства. В 1999 году возобновились работы по строительству торговых рядов и физкультурно-оздоровительного комплекса. Городу удается решить и транспортные проблемы. Из центра практически выведен поток грузовых машин. В 1999 году продолжилось строительство объездной дороги. Сдан участок дороги Углич, Борисоглеб, Ростов. Продолжается планомерная работа и по озеленению города. На эти цели в 1999 году из городского бюджета выделено вдвое больше средств, чем в 1998 году. Последние годы обслуживать жилой фонд стало особенно трудно, потому что в муниципальную собственность передано более 70% ведомственного жилья. В настоящее время в городе работают два муниципальных предприятия и одно частное. Они занимаются содержанием и обслуживанием жилого фонда города, а также благоустройством и санитарной очисткой. Кроме того, на конкурсной основе привлекаются для выполнения различных видов работ и организации всех форм собственности. Задача же службы заказчика, которая на права хозяйственного ведения муниципального жилого фонда выступает заказчиком у этих организаций, снизить расход бюджета по финансированию сферы жилищно-коммунального хозяйства, не меняя при этом и тарифы населения. В текущем году службой заказчика проводилась большая работа по экспертизе тарифов предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги населению. За счет чего нам удалось снизить себестоимость предоставляемых услуг и оставить стоимость одного квадратного метра на уровне 1998 года. Уровень оплаты населения составляет 45%, то есть уровень 1998 года составлял 39%. Помимо основной работы с населением, служба заказчика, как управляющая компания, выполняет большой объем работ по заказам администрации и бюджетных организаций. Отдел капитального строительства, архитектурно-планировочная мастерская выполняет проектные работы ОКС и коммунально-технический отдел ведут технический надзор за выполняемыми работами подрядных организаций, что позволяет экономить бюджетных средств порядка 1 миллиона рублей в год. Снижение затрат на содержание сферы жилищно-коммунального хозяйства угличане добиваются прежде всего за счет внедрения энергосберегающих технологий. В 1999 году выполнено строительство модульной котельной в районе улицы Бахарева. Одной из проблем города Углича являлось горячее водоснабжение и теплоснабжение квартала в районе улицы Бахарева. Дело в том, что этот район снабжается от котельной часового завода «Чайка». Теплотрасса находится в аварийном состоянии. Это бесконально проложенная теплосеть, которой уже порядка 25 лет. С целью решения этой проблемы в рамках реализации программы энергоресурсосбережения было запланировано строительство модульной котельной для этого квартала. Модульная котельная в 1999 году была смонтирована. Подведены все коммуникации, включая газ высокого давления. И в марте текущего года котельная будет налажена и введена в промышленную эксплуатацию. Таким образом мы обеспечим квартал дешевой теплоэнергии. Эти сети здесь резко сокращаются. То есть мы получаем экономию как на уменьшении затрат на поддержание аварийных сетей, так и на потери в тепловых сетях. То есть в целом люди получат качественную услугу при минимальных затратах. В этом же году переведена на природный газ одна из самых крупных муниципальных котельных по улице 9 января. В качестве одного из ключевых моментов нашей программы энергосбережения в план прошлого года была включена реконструкция котельной по улице 9 января. В общем-то реконструкция, это сказано мало. По сути была построена новая котельная. Были выброшены мазутные котлы устаревшие, полностью проведена реконструкция строительной части и смонтирована новая котельная с тремя газоплотными котлами КВГ-4-65 с новой сетевой группой, с новой подстанцией, с новыми коммуникациями. При этом параллельно с реконструкцией самой котельной велась реконструкция тепловой сети. Была устроена перемычка между котельной 9 января и котельной по улице Первомайская. Котельная по улице Первомайская это угольная котельная, которая находится также в исторической части города. И она, так сказать, коптила всю нашу прекрасную архитектуру. В результате проведенной реконструкции нам удалось ликвидировать угольную котельную по улице Первомайская и в целом решить проблему отопления центральной части города. То есть вся нагрузка переведена сейчас на котельную по улице 9 января. При этом мы получили за счет разности в цене на топливо, то есть на уголь и на газ, получили годовую экономию порядка 3 миллионов рублей. То есть вот эта реконструкция нынешняя окупится, мы считаем, за два года. По сравнению с прошлым годом в два раза возросли объемы выполненных работ по замене тепловых водопроводных сетей. Угличане одними из первых Ярославской области взялись за учет и контроль. В 1998-1999 году введена в эксплуатацию два узла учета тепловой энергии на границах раздела балансовых принадлежностей, теплосетей фирмы-сервиса «Чайка», акционерного общества «Угличмаш» и муниципального предприятия службы заказчика, что позволило внедрить раздельный учет потребляемой теплоэнергии заводами и жилым фондам. Затраты на строительство узлов учета окупились за один месяц и дают значительную экономию бюджетных средств. И еще один яркий пример внедрения программы энергоресурсосбережения. Основным объектом по переводу жилого фонда на индивидуальное отопление в 1999 году являлся поселок Сосновый. В течение года были полностью закончены работы по газификации поселка, для чего пришлось проложить газопровод высокого и низкого давления общей протяженностью 4,2 километра. При этом в домах, а это 182 квартиры, были установлены двухконтурные газовые котлы, которые обеспечили каждую квартиру индивидуально, не только теплом, но и горячей водой. Мы побывали в одной из квартир. Мы в 1998 году сидели 8 месяцев без газа. 8 месяцев на плитках готовили. И когда нам провели газ природный, так мы так обрадовались, так обрадовались. А я уж этот год за такое короткое время нам сделали отопление, так мы так благодарны администрации. Вот мне очень нравится. Я даже не могу высказать, как мне нравится. Я хожу вот так вот. Я 10 лет не снимала ни свитер, ни файку, ни валенки, ничего. 10 лет. А сейчас, если температура была 10-11, самая высокая 11, а сейчас 18-22, я выключаю вообще котел. Так что я очень довольна. Моя позиция однозначна. Среда обитания не должна унижать достоинства человека, а напротив, должна раскрывать потенциальные возможности людей. Должна побуждать к чувствам хорошим и добрым. И к стремлению привнести в нашу жизнь красоту и гармонию. Ухоженные парки, красивые улицы, дома красивые, тротуары хорошие, дороги прежде всего. Все это у нас обязательно будет. Ведь мы делаем только первые шаги. Мы должны сделать все для людей, чтобы малые города стали такими же красивыми, как губернские, а может, даже чуть-чуть лучше. Музыка. 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 Продолжение следует...